Первые возгорания на конь заводе отмечены 27 марта этого года. Горела кровля. Далее скотный двор, здание невероятной красоты и изящности, вспыхнуло 19 апреля. По предположениям местных жителей, усадьбу намеренно поджигали, желающие украсть железные листы с кровля мародеры. Для того, чтобы не разбирать крышу, вероятно, просто решили сжечь несущую конструкцию. Прокуратура провела проверки. В результате без внимания эта выбьющая ситуация не останется. В ходе процессуальных проверок установлено, что возгорание произошло от открытого источника огня в связи с тем, что пострадавшие строения указанного комплекса имели ветхое состояние, являлись аварийными, непригодными для эксплуатации. По требованию прокурора была назначена и проведена техническая экспертиза с целью установления стоимости восстановительного ремонта. По результатам проверки органами дознания возбуждены два уголовных дела. По части 1 статьи 243 «Повреждение объектов культурного наследия». Проводится расследование. Напомним, это не первые случаи возгорания. В 2009 году конюшни тоже горели, да и без пожаров. Уникальный комплекс постепенно приходит в ветхое состояние. Говоря на чистоту, усадьба заброшена. Ключевые здания усадебного комплекса принадлежат Российской Федерации. Оперативное управление этим имуществом возложено на специализированное агентство – Агентство по управлению и использованию памятников культуры. С первого взгляда на былое великолепие этих зданий ясно, как подведомственная Минкультуры РФ учреждение справляется со своими обязанностями. Крыши аварийные или вовсе отсутствуют. Стенам и фундаментам помогают разрушиться корни выросших внутри деревьев. Оконные и дверные проемы не запечатаны.